Спасибо за приглашение на этот воркшоп. Я расскажу о некоторой работе, с которой потом мы еще продолжаем в этом направлении делать, исследования, связанные с вложениями графов. В этой работе мы предложили один эмбейдинг на основе интересного объекта, который, как мне потом другие коллеги говорили, потенциально имеет схожие аналогии с физикой. И потом оказалось, что этот объект, именно анонимное случайное блуждание, имеет интересную интерпретацию, связанную с решением задач графозоморфизма. Вот об этом я сегодня расскажу. Про графозоморфизм — это относительно новый результат. Эта работа сделана совместно, в значительной степени, аспирантом Сергеем Ивановым, который буквально недавно защитился, и другим, одним нашим коллегам Сергеем Сверидовым. Значит, ну, задача... Вообще было бы интересно слышать от тех людей, кто физикой занимается, какие-то, может быть, комментарии о том, где подобного рода объекты встречаются в физике. Может быть, это даст возможность провести исследование свойств. Значит, ну, задачи практически все знают. Это задачи, связанные с поиском каких-то... С прогнозированием предпочтений пользователей или с прогнозированием того, какие-то пользователи связаны или нет. Или, например, мы для молекул, заданных с помощью графового представления, хотим спрогнозировать физические или химические свойства. В обоих случаях эту задачу можно поставить как задачу граф-классификации. То есть, у нас есть объект, описываемый графом, и есть на выходе какая-то его метка, например, говорящая о том, что такая-то молекула, она, допустим, токсичная или, наоборот, не токсичная. Или, например, она может взаимодействовать таким-то образом с таким-то соединением. И поэтому мы хотим для нового графа, для нового молекул спрогнозировать, правда ли, что у нее будут похожие свойства или нет. Соответственно, как я уже сказал, мы можем это моделировать, такие объекты, графами. И мы для того, чтобы применять для построения прогнозных моделей методы машинного обучения, должны каким-то образом эти графы описать. Значит, история граф-эмбэддингов, насчитывая, она достаточно длинная. В 70-х годах активно применялись стандартные топологические дескрипторы для описания графов, чтобы породить какие-то признаки, как вход к алгоритму машинного обучения. Потом появились на рубеже 2000-х граф Кернова, то есть ядра на графах, для их сравнения их свойств. Сейчас активно используются дескрипторы на основе нейросетей. Теперь описание графа в виде демерного вектора будем называть граф-эмбэддингом. Ну и, соответственно, как я уже сказал, какие существуют дескрипторы для графа. Во-первых, это топологические дескрипторы, это просто стандартные генерируемые руками наборы признаков, например, степени вершины графа, какие-то другие дескрипторы, или там какие-то наикоротчайшие расстояния между какими-то узлами. Соответственно, это просто интерпретируемо, но достаточно ограниченное описание можно таким образом породить. Дальше. Следующий тип, как я уже сказал, для построения описания графов — это ядра на графах. То есть это строится такая функция двух аргументов, каждый из которых является графом. И эта функция оценивает, насколько графы похожи или нет. Соответственно, этот подход, он существенно более позволяет описывать сложные случаи для сложных графов, насколько они близки. Можно применять методы машинного обучения типа SVM, можно использовать какие-то нелинейности, учитывать, а именно за счет введения нелинейных ядер. Вот. Но существует там несколько проблем, связанных с таким описанием тоже. Во-первых, вычислительные проблемы, потому что если у вас большая выборка графов, каждый из которых с каждым нужно сравнить для того, чтобы на этом обучить алгоритм машинного обучения, это у вас будет требовать инкуб операций. Ну и, конечно, самое главное, что в задаче граф-классификации важно каким-то образом понимать, что вот эти графы одинаковые или почти одинаковые. Это связано с задачей граф-изоморфизма, ну и на самом деле не все ядра вот этот изоморфизм могут в неком смысле чувствовать и сохранять. Значит, что на самом деле мы хотели? Мы хотели бы уметь строить такое ядро, такое, что если, что оно является скалярным произведением таких векторов признаков, может быть, или каких-то отображений, что вот это отображение φ, оно объективно в том смысле, что мы можем сказать, что если у нас есть два изоморфных графа, то для них соответствующее отображение φ должно выдавать тот же самый вектор признаков. И тогда мы с помощью соответствующего ядра могли бы учитывать наличие в выборке изоморфных графов. Забегая вперед, скажу, что недавно мы провели обзор фактически всех более-менее часто используемых датасетов для тестирования алгоритмов граф-классификации, и оказалось, что во многих из этих алгоритмов, извините, во многих из этих датасетов находится огромное количество графов изоморфных. И на самом деле это приводит к тому, что многие результаты по граф-классификации, там есть байас, смещение в смысле оценки точности, потому что люди сравнивают большое количество алгоритмов для граф-классификации, на датасетах, у которых как в трене, так и в обучающей выборке, так и в тестовой выборке есть изоморфные графы, и это соответствующим образом может искажать результаты, приводить к тому, что ранжирование алгоритмов по степени их точности неправильное. Ну так вот, и последний класс — это граф-эмбеддинги, когда вы применяете свертки на графах, то есть берете какой-то узел, берете близкие узлы, сворачиваете сигнал в этих узлах с какими-то весами, делаете так много раз, эта процедура при определенных условиях сходится, и вы получаете представление графов в виде вектора. Значит, таким образом сейчас получает большинство наиболее точных результатов про граф-классификации, но при этом эта штука достаточно сложно вычислительная, плохо интерпретируемая. Вот, теперь давайте поговорим про анонимное случайное блуждание, как некий математический объект, который может, потенциально может до некоторой степени указанные проблемы решать. Во-первых, обычное случайное блуждание имеется в виду, что у нас есть граф, и мы запускаем из какого-то узла случайное блуждание, которое может с одинаковой вероятностью по любому ребру, который из этого узла исходит, пойти, и таким образом оно блуждает по графу. Так вот, анонимным случайным блужданием будет называться последовательность, которая получается из обычного случайного блуждания тогда, когда мы забываем метки в вершинах. То есть мы фактически что делаем? У нас есть граф, который нарисован с метками в вершинах, там, А, Б, Ц, Д и так далее. Мы запускаем, как пример, здесь три обычных случайных блуждания, и для первых двух из них мы просто кодируем номерами те вершины, которые мы посещали. Если нам в какой-то момент попалась новая вершина, которой еще не было, то мы присылаем новый порядковый номер, который идет после всех тех вершин, которые уже были посвящены. И в этом смысле у нас первые два случайных блуждания, они одинаковые с точки зрения введения вот этого определения анонимности. То есть таким образом мы можем фактически кодировать информацию о топологии графа, и тем самым, если у нас в двух, есть какой-то большой граф, там есть два каких-то подграфа, которые с точки зрения того, как узлы графа соединены ребрами похожи или одинаковые, то соответствующие анонимные случайные блуждания там тоже будут очень похожи, одинаковые. При этом мы никак не... нам не важно, какие там в этих самых узлах метки. Да. То есть анонимность это в том, что последовательность отслеживается, но не конкретный лейт. Да. Вот. Теперь, почему это хорошее определение? На самом деле, вот известными математиками в 15-м году была получена такая теорема, которая гласит, что... ну, суть этой теоремы сводится к следующему, что если вы возьмете граф, если вы возьмете какой-нибудь узел и окрестность этого узла и подсчитаете распределение всевозможных анонимных случайных блужданий вот в этой окрестности, то... анонимных случайных блужданий заданной длины, то по этому распределению вы сможете восстановить вот этот вот подграф в этой окрестности с точностью дезаморфизма абсолютно точно. Естественно, сделать это можно только при определенном соотношении между размером окрестности длиной этих анонимных случайных блужданий, и распределение предполагает, что вы знаете абсолютно точно. На практике, конечно, вы распределение не знаете точно, вам надо его будет сэмплировать, и там уже начнутся определенные проблемы, потому что длина этих анонимных случайных блужданий должна быть достаточно большой, и ошибка, с которой вы должны это распределение знать, она должна быть достаточно маленькой относительно длины и размера окрестности. Но, тем не менее, этот результат говорит о том, что на самом деле анонимные случайные блуждания, они естественным образом связаны с графизоморфизмом, и оказывается, из этой теоремы можно доказать следующие несколько утверждений, собственно, которые были доказаны в соответствующих работах нами, а именно, первое, давайте введем определение покрывающего блуждания, фактически означает следующее, что если у нас есть анонимные случайные блуждания, которые проходят через каждое ребро графа хотя бы один раз, то мы будем называть его покрытием этого графа. Вот. Оказывается, можно... Да. Почему здесь второй пример не является нотка covering block? Потому что мы не все прошли. Да, все работали. Вот. Так вот, можно показать, что это несложное такое утверждение, но такое очень интересное, что на самом деле, если у нас есть два множества двух покрывающих случайных блужданий, понятно, что для графа покрывающих случайных блужданий может быть там сколько угодно, в общем-то, да? Но и при этом вот эти множества, S1, S2 покрывающих случайных блужданий для двух графов, каждый из них, длина всех этих блужданий в каждом из этих множества, она 2m плюс 1, где m — это число ребер, то два графа изоморфно тогда и только тогда, когда у этих двух множеств пересечение не нулевое. То есть фактически это означает, что вы найдете для одного графа, покрывающий анонимные блуждания, и для второго, и они совпадут. И тогда мы можем точно сказать, что граф изоморфно. Сейчас, они совпадут, они будут непустой пересечением. Это означает, что найдется какое-то в пересечении, я это имел в виду. А размер множества какой? То есть вот написано, что... Сейчас я, в принципе, про количество прокомментирую. Но отсюда следует, что, в принципе, если бы мы могли такое множество, такие множества строить, или могли бы каким-то образом... На самом деле отсюда следует следующее утверждение, в общем-то, что если у нас есть граф, два графа, и мы для каждого графа умеем порождать эти покрывающие анонимные блуждания, каким-то образом есть какой-то механизм, и мы их, например, лексиграфически сортируем, то вообще говоря, в какой-то момент мы должны получить, если эти графы изоморфны, два одинаковых, и тем самым получается как бы алгоритм для выяснения того, изоморфны эти графы или нет. Но понятно, что здесь начинаются проблемы, потому что... Значит, можно легко показать, что число анонимных случайных блужданий в длине L, то есть это когда вот там L шагов в графе, ограничено сверху числом B, L. вот, и... Ну, сейчас... Ну, оно... Степенность... Да, то есть фактически граница сверху для этой... Граница сверху еще более грубая, она выглядит вот таким вот образом, как здесь написано. Это во-первых. Во-вторых, если у нас граф, там все вершины соединены с друг другом, то эта граница точная. И это просто объясняет, ну, на этом простом примере можно легко понять, что... Понятно, что в общем-то, в общем случае мы не сможем применять этот механизм для того, чтобы выяснять изоморфизм графов. В принципе, конечно, на практике обычно в природе графы какие-то более простые, и, в общем-то, задача графа изоморфизма, она большинством солверов, которые основаны на алгоритмических принципах, например, на основе ядра, там, Висфайлера и Лемона, она решается достаточно эффективно и быстро. И только для каких-то очень специфических графов с регулярной структурой вот эти алгоритмы, солверы вычислительные, они работают достаточно неэффективно. Но и для них как раз вот такого вида оценки ядер, значит, такого рода оценки как раз и будут близки в том смысле, что нам необходимо будет требоваться... Количество на нем случайных блужданий, оно экспоненциально растет по их длине. Вот. Но, с другой стороны, это утверждение дает некоторый вероятностный механизм для того, чтобы взглянуть на задачи графа изоморфизма, и потенциально, если с помощью машинного обучения придумать способ порождения этих случайных анонимных покрывающих блужданий, то это один из вариантов, как можно к этой задаче приблизиться. Ну, это такой просто комментарий был. Значит, мы эту... Да. Если я ограничу беду, соответственно, длину блуждания, есть ли какое-то утверждение про ошибку, которая получается... Вероятностную. Ну, какое-то утверждение вероятностное или нет. Ну, например, если я только рассматриваю блуждание, ну, там, определенный, там, 5, да, что я могу сказать, с какой вероятностью я граф изоморфизма детектирую? Ну, есть ли какой-то перевод, это в меру сравнения в смысле графа изоморфизма? Ну, как бы, ответ такой, что, наверное, это можно доказать, но мы, так сказать, пока еще вот не смогли про это ничего сказать. Вот. Но в целом это разумный вопрос, на самом деле мы с коллегами это обсуждали, значит, и, наверное, задачу здесь можно ставить так, что, собственно, мы сейчас думаем в каком-то виде над этом, что, правда ли, можно ли ввести там понятие приближенного изоморфизма и уже вот изучать, как это все связано. Ну, вот, значит, теперь вернемся изначально к тому, о чем я говорил, а именно я говорил о том, что хочется построить эмбейдинги. Ну, первый вариант, как можно эмбейдинги легко построить, он, что давайте мы просто возьмем анонимное случайное блуждание определенной длины и подсчитаем его распределение анонимно-случайных блужданий всевозможных типов заданной длины. То есть для заданной длины анонимно-случайного блуждания у нас его может быть какое-то конечное число вариантов вот этих вот перестановок из чисел 0, 1, 2, 3 и так далее. И мы можем, если бы мы знали точно распределение таких типов анонимно-случайных блужданий, то, естественным образом, можно ввести вложение графа на основе этого распределения. А именно сказать, что пусть P от AITA это частота анонимного блуждания типа AITA, ну и тогда давайте будем эмбейдинг графа задавать вот таким распределением, где в качестве анонимных случайных блужданий, их длины, будем брать L равное 2M плюс 1. Тогда в соответствии с предыдущей теоремой мы в точности таким эмбейдингом сможем и как бы граф энзоморфизм отличить. Да, поэтому у нас размерность эмбейдинга будет там по числу дала, да? Она будет огромная, да. Поэтому, естественно, на практике это не очень применимо. Ну и на практике все, что мы можем делать, это, естественно, сэмплировать. Вот здесь показано, к слову сказать, просто некоторый грушечный пример, что такого типа эмбейдинга естественным образом детектирует граф изоморфизм, а именно, то есть здесь все точно считалось на этом примере. Вот здесь два таких графа несложных, они не изоморфны. Из-за ядра Вишфаллера, алгоритм Вишфаллера-Лемона не способен эти графы детектировать, что они изоморфны или нет. Однако, если мы увеличиваем длину анонимного случайного блуждания, вот по оси их, собственно, длина отложена, а по оси Y отложено L1 расстояние между соответствующими эмбейдингами, заданными вот этим распределением вероятности на разных анонимных случайных блужданиях. Ну и мы видим, что в какой-то момент расстояние начинает расти, и мы легко отличаем, что эти графы, значит, не изоморфны. А изоморфна как бы выглядела? Изоморфна, она бы ноль была бы. На нуле или нет. А вы для разных графов экспериментировали? Потому что это дворечка. Значит, отвечу на ваш вопрос. У меня графика здесь нет, но мы делали такие несложные эксперименты. Мы брали графы, которые не слишком большого размера, там, по-моему, до нескольких десятков вершин, что-то такое. Случайно их сэмплировали. И также случайно сэмплировали анонимные случайные блуждания распределения. И смотрели вот с помощью этого инструмента, насколько мы можем, в принципе, понять, насколько графы изоморфны или нет. Практика показала, что для не слишком больших графов это не так плохо работает, даже по сравнению с обычными солверами. Ну, вот на основе, например, алгоритма Мишвальера-Леммана. Другой вопрос, что, более того, за счет даже случайного сэмплирования часто удается найти каверинь ВОК за относительно не слишком большое число сэмплов. Для небольших графов. Но, естественно, там с увеличением числа вершин довольно быстро начинает расти ошибка, там, первого или второго рода. У нас же все это случайно получается. Вот. Поэтому этот вопрос еще интересен для исследования, но и тут есть что делать. Далее. Как я уже сказал, на практике эту штуку мы не можем считать явно вот это распределение. Поэтому, естественно, мы можем сэмплировать. В принципе, можно доказать несложное утверждение, используя неравенство больших уклонений, что если мы... Если DL — это настоящее распределение анонимного случайного блуждания длины L, и D с крышкой — это выборочное распределение, которое мы получаем, просто насэмплировав сколько-то штук и подсчитав частоту, сколько какого типа анонимного случайного блуждания у нас получилось, то можно доказать, что, чтобы L1 расстояние между оценкой и настоящим распределением было меньше, чем Epsilon, не больше, чем Epsilon с вероятностью меньше Лебрауна-Дельта отклонения, то число должно быть таким. Понятно, что на практике это достаточно... Число большим получается, потому что здесь стоит как раз это, где это — это количество случайных блужданий анонимных, в принципе, такого типа длины L. Поэтому потенциально это, в общем случае, это очень большое число на практике. Здесь просто приведен опять-таки игрушечный пример, как у нас это работает для такого небольшого графа, то есть с ростом числа сэмплирований ошибка действительно падает, и, в общем-то, мы получаем ту точность достаточно быстро, которую хотим, и то количество сэмплирований, которое надо, оно коррелирует с тем, что с той оценкой, которая получается по теореме. Это, в общем-то, достаточно такой понятный... Неудивительно, что так происходит. Вот. Ну и теперь второй момент, как мы можем усилить эффективность таких вложений. На самом деле, можно попытаться получить больше информации о графе, не только за счет того, что мы просто сэмплируем анонимные случайные блуждания из разных вершин, но и за счет того, что мы попытаемся как-то агрегировать информацию о похожести различных частей графа, по аналогии с тем, как это делается во всяких подходах типа обработки естественного языка. Я имею в виду такие вещи, как Word2Vec, Doc2Vec и другие подходы, которые строят вложения для текстов на естественном языке. Здесь идея состоит в следующем, что вот у нас есть большой граф. Будем говорить, что большой граф — это на самом деле какой-то документ с предложениями, словами, то есть какой-то текст. И мы, значит, из каждой вершины этого графа будем сэмплировать по многу анонимных случайных блужданий. И будем говорить, что по аналогии, что каждое такое анонимное случайное блуждание — это слово. когда мы их сэмплируем, эти слова, эти анонимно-случайные блуждания с каждой вершиной — это как будто предложение составлено из этих слов, а сам граф со всеми этими предложениями — это как бы такой документ. Ну и на самом деле, по аналогии, используя то, что называется в НЛП, это Doc2Vec, а именно мы прогнозируем возникновение WT — это слово номер T, при условии, что передним и после него есть слова с какими-то индексами T минус дельта и так далее, T плюс дельта, дельта — это параметр алгоритма. Мы прогнозируем вероятность, что такое слово встретится в документе при условии слов до и после. При этом понятно, что в случае анонимных случайных блужданий у нас не совсем есть порядок, но мы по нему как бы как такового порядка нет, мы за счет сэмплирования просто по нему усредняем. И вот эта вероятность здесь, она задается следующим образом. Это стандартная логистическая функция, ну в смысле вот этого, softmax, где вот этот вот скор, задаваемый Y от W, он считается вот таким вот образом. Это скалярное произведение вот таких вот векторов, где D — это вектор вложения документа. То есть у нас есть как бы для каждого типа анонимного случайного блуждания свой вектор вложения, W, и для документа, то бишь для графа, у нас есть отдельный вектор, который его характеризует. И мы одновременно оптимизируем вот это вот логарифм правдоподобия как по векторам вложений для каждого анонимного случайного блуждания. Это действительно значный вектор заданной размерности. Размерность здесь — это гиперпараметр. Так и пооптимизируем по вектору D той же самой размерности. Это какой-то действительно значный вектор, характеризующий граф точкой, ну в каком-то действительно значном, в каком-то пространстве. Ну это не совсем Евклидово, конечно, пространство, какое оно, это мне сложно сказать, но какое-то пространство, координаты которого заданы действительными числами. А что такое квадратные скомки здесь? Да просто скалярное произведение. Нет. Скалярное произведение противоглавной скомки. А квадратные? Вот второе множество скалярного произведения заданное квадратное скомки. Там делается так. Там сначала умножается, эта формула, конечно, криво написана, значит там W умножается на сумму, а потом W умножается на D, и это суммируется. По-моему, там такая формула. То есть я фактически просто учитываю, как то, насколько анонимное случайное блуждание, вышедшее из одной вершины, похоже на аналогичное анонимное случайное блуждание, которое из нее же выходит, из этой же вершины, это первое. И второе, я также учитываю то, в принципе, насколько у меня коррелирует анонимное случайное блуждание с каким-то, с этим графом, в принципе, разный тип анонимных случайных блужданий. И в этом смысле я характеризую за счет этой корреляции весь граф в целом тоже. Ну и вот, оказалось, что такого типа хитрость, пришедшая из обработки естественного языка, она позволяет в некоторых случаях действительно улучшить качество граф-классификации. Ну мы, как я уже сказал, когда делали эту работу, мы достаточно много рассмотрели датасетов для граф-классификации. Сюда входили как классификация протеинов, стандартный датасет. Задачу граф-классификации мы рассматривали в обычной постановке, то есть у нас есть обучающая выборка, тестовая выборка, и измеряли просто точность классификации. В большинстве случаев задача классификации там была бинарной, во всех этих датасетах. Если датасет небольшой, использовали кросс-проверку. А размеры графа, что лежит? А сейчас будет. Вот табличка. Вот, соответственно, сколько классов, дальше это вот сколько графов в выборке, это область, откуда граф пришел. На самом деле, таких датасетов мы потом, как я уже сказал, проводили большой анализ всего этого, это отдельная публикация, она на архиве сейчас висит, вот мы ее сейчас там немного текст переделываем, переподавать будем, но выяснилось, что всего в литературе обычно рассматривается около 50 различных датасетов для графа классификации, во многих из них есть очень много изоморфных графов, это приводит к сильной переоценке или наоборот недооценке качества тех или иных алгоритмов. Несмотря на это, эти все датасеты из статьи в статьи переходят, и люди на них активно, так сказать, пытаются... Это часто в углу, да? Да, да, да. Вот. Ну вот, получаются такие результаты. Значит, кернелы, это разные типы ядер, ну вот, например, кернел ВЛ, это ядро на основе процедуры Вершвайлера-Лемона. То есть существует в литературе достаточно большое число подходов, которые позволяют сравнить то, насколько графы похожи, и многие из них, они достаточно эмпирические, ну вот, кроме, пожалуй, что вот это ВЛ процедуры, но активно применяются. Значит, А, В, И, это наша процедура, ГК, это когда используется граф кернел, а НН, это когда используется вот эта вот неросетка на основе того, что я сейчас рассказал, на основе вот этого процедуры док-то век. Ну вот для разных датасетов, то есть в каких-то случаях мы действительно получаем результат значимо лучше, чем в других методах. В каких-то случаях у нас результат на уровне второго, по крайней мере, мы достигаем стейт-у-зарт или лучше. Вот, собственно, комментарий. И еще, что я хотел кратко охарактеризовать из забавного, казалось, что подобного рода вещь достаточно хорошо позволяет решать такие естественно научные задачи. Речь идет об обработке данных ФМРТ. Я очень кратко про это прокомментирую. То есть, ФМРТ это последовательность трехмерных сканов головного мозга. Что? Нет, почему? По времени. У нас есть последовательность по времени, и мы в разные моменты времени снимаем полный 3D-скан головного мозга. То есть, это фактически 3D-фотография, где каждый, не пиксель, а уже воксель этой фотографии, он характеризует, ну, в данном случае это сигналы насыщенности кислородом крови, по-моему. Да. И, значит, коллеги, которые очень хорошо понимают, как эти данные предобрабатывать, участвовали в этой работе. И, фактически, как устроена работа с такими данными? Вы сначала там применяете большое количество всяких там предобработок из-за того, что при снятии ФМРТ-данных очень большое количество там наведенных шумов, как от человека, так и от других электроприборов. После этого, ну, необходимо выровнять все эти маски, потому что человек головой немножко дергает, это эти даже микродвижения, они приводят к искажению данных. После этого происходит то, что называется построение коннектома, то есть, вы фактически каждую вот эту трехмерную фотографию разбиваете на части в соответствии с тем или иным медицинским атласом, там, где у человека мужичок, какие там лобные доли и так далее. Получается, там порядка 150-120, а, 117, 117 регионов, ну, это зависит от атласа, на самом деле, от конкретного типа, есть несколько типов, обычно один конкретно используется. После этого у вас получается, в каждом таком регионе у вас получается много вокселей, в каждом из которых есть сигнал, зависящий от времени. Вы их определенным образом агрегируете, обычно используются для этого главные компоненты, и получаете просто одну временной ряд, всего у вас получается 17-мерный временной ряд, где каждый компонент характеризует мозговую активность в каждом из регионов. После этого вы можете подсчитать за счет того, что у вас есть время, подсчитать какую-то меру зависимости, даже в простейшем случае корреляцию, как каждый регион с другим коррелирует во время снятия этого скана. и... Ну, не больше сотни. Мы при этом 117. Правильно, именно поэтому делают спарсоценку. Естественно, то есть там предполагается, что граф разреженный, вот, и опять-таки это важно, потому что есть медицин... Ну, как и медицинское объяснение, так и свидетельство в разных экспериментах того, что вот эта штука, она очень хорошо коррелирует, когда у человека происходят какие-то биологические изменения с разными типами болезней, например, с эпилепсией или с депрессией. Ну, в частности, с депрессией, потому что нарушаются какие-то работы между разными областями мозга, насколько я это понимаю, и это в том числе является признаком появления каких-то вот такого типа расстройств. Вот. И мы, значит, получили выборку в нашем случае здесь, сейчас у нас выборка порядка 200 человек, 50 здоровых услуг, грубо говоря, 50 здоровых, 50 больных эпилепсией, 50 больных эпилепсией, депрессией, 50 больных и депрессией, эпилепсией, потому что часто, когда у людей есть эпилепсия, у них еще и возникает депрессия. Ну, вот. И действительно, на этой задаче вот эмбеддинги вот этих графов, коннектомов получим с помощью анонимов случайных блужданий по сравнению просто с различными стандартными процедурами классификации, когда мы использовали либо признаки из графов, либо еще что-то, позволили точность значимо повысить. Ну, здесь приведен некий результат в таблице. Вот. Это, в общем-то, более-менее все, что я хотел рассказать. Значит, вопросы, комментарии еще. повреднищие, но по-моему, значимость не статистически значимая, нет? Нет, там наблюдается статистически значимая. 15% ну, конечно, кривовато тут написано. Нет, это на самом деле результаты, первый комментарий. Значит, работа с врачами, она вообще такая очень специфическая. Вот. Вообще, вот эти результаты, я так уж в статье написано, они вообще получены по очень вообще маленькой выборке. Это там 25 больных каждого из классов. Вот. Но сейчас эта штука расширена до 200, и эти штуки, они существенно уменьшились. С другой стороны, на практике, если построить распределение, как ошибки распределены, то между гистограммами, когда вы вот под выборком это все сэмплируете много раз и переобучаете классификатор и оцениваете точность, то распределение, они разделяются в целом. То есть, статистический тест, он проходит. Но при этом, конечно, если быть совсем уж честным, оно не то, чтобы прям на глаз видно. Когда выборка повысилась, это разделение распределений улучшается существенно, но имеют ошибок. Поэтому я и сказал, что анонимно-случайные блуждания они позволили существенно здесь улучшить. Задачу все-таки вы упомянули, что в современных датасетах по графам есть куча заморканных графов. Да, это правда. Все точки точности смещенные. Да. Вы искали с помощью вашей метрики эти заморканных графов? То есть, как бы отфильтровали? Нет, ситуация следующая. Для того, чтобы с этими датасетами работать, мы использовали даже не вот это вот анонимно-случайное блуждание, а просто взяли точный алгоритм, который либо выдает ответ, либо он может еще бесконечно долго считать. Но поскольку все эти графы, они, в общем-то, естественные, пришли из социальных сетей или там из химии или еще каких-то, то за счет этого обычно алгоритм всегда, ну, насколько я помню, всегда срабатывал. Просто потому, что все эти алгоритмы салвер, они обычно ломаются на каких-то очень искусственных примерах, когда у вас есть какая-то очень сложная, сильная симметрия в графе, и алгоритм просто сложно понять. Вот эта симметрия из-за чего возникает. Вот. И в том случае мы просто применили точный солвер, который точно сказал, что вот в этом досете там 20% заморкнут граф. условно. То есть это без кто такой? Да. Значит, у меня на архиве эта статья валяется, и там действительно эта штука, она по-разному. То есть из 50 досетов словно там в штуках примерно в 10 она может сильно повлиять, еще там в 10 она влияет средней, еще в 10 она влияет вообще мало. То есть там она как повезет. Окей. Но в целом это та вещь, на которую внимание стоит обращать. И мы, соответственно, Сергей, он сделал, подготовил очищенные датасеты и засунул их в PyTorch Geometric, поэтому можно ими там воспользоваться. Вот еще. Да? Да. Почему для задачи изоморфии ломографов таких не очень большой разной? То есть перспективно пользоваться собственными значениями и собственными скажем. В общем, два графа изоморфных просто отличаются от перенумерации и там какой-то выбор. У них будет один и тот же номер, собственно, нужен еще один. Смотрите, вы правильно говорить. На самом деле есть такая статья, называется как-то она Hearing the Shape of Graph или что-то такое. Вот. Она была на конференции KDD в 18-м году, вот, где эти люди как раз ровно это и сделали, что вы говорите. они фактически ничего не сказали, они фактически сказали, мы хотим расстояние между графами, которое, и постулируют, чтобы быстро считалось, чтобы было инвариантно относительно перестановок, там еще что-то ввели, какой-то свой, а, и там некие, они вели определение, чтобы масштабы учитывались. И вот они фактически, в итоге, их определение свелось к тому, что вы говорите, давайте мы посчитаем Лапластиану, посчитаем его собственные числа, возьмем, возьмем, я не помню, как это называется, расстояние Грома-Вассерштайна, такое между, вот, и оно будет некая сложная функция этих собственных чисел. И оказалось, на практике это, в принципе, неплохо работает. Вот, но тоже, естественно, не идеально. То есть, там есть, можно найти случай, когда это работает, когда не работает, но как прикладной инструмент тоже это хорошая вещь. Вот. Окей, давайте докладчиков благодарим.